Ребят, всем привет! С вами трендресурсмегаобзор.ком, я очень рад вас видеть. У нас уже сложилась хорошая традиция, неделю мы начинаем с железных тестов, и сегодня у нас с под пристальным вниманием плата Asus Z170 Pro. На прошлой неделе я тестировал плату Asus Z170 Premium. Она была в белых доспехах, предлагала пользованию максимальный фарш и расширенную комплектацию. Но, к сожалению, она не рассчитана на массового пользователя. Asus Z170 Pro в этом плане также идёт с белоснежными элементами оформления, с интересным набором портов и разъёмов, и стоимость её при этом стоит 13370 рублей. По стоимости она очень близка к плате Asus Z170 Pro Gaming, который мы также тестировали и считаем одной из самых удачных при сборке домашнего игрового компьютера. Поставляется плата в упаковке с тёмным оформлением, с подробными данными по спецификациям. Предлагается уже традиционный бонус к игре World of Warships. Комплектация включает 4 SATA кабеля, гибский слайм-мостик, заглушку на заднюю панель, Q-коннектор, пластиковую рамку для установки процессора, винты для M.2, диск программным обеспечением, набор технической документации, гарантийный талон. Плата выполнена на чёрном текстолите. Габариты платы 305 на 244 мм. Рассчитана на установку процессоров Intel Skylake S. Плата украшает пластиковая накладка в районе разъёмов задней платы с логотипом серии и алюминиевый радиатор на чипсете. Они белые. Подсветки на плате полностью не предусмотрены. Ещё два алюминиевых радиатора с насечками находятся в районе силовых элементов. Прижимаются они с помощью пластиковых защёлок. Плата может похвастаться 10-фазным питанием. За управление отвечает DIGI Plus ASP 1400V. Блок питания подключается через 8- и 24-пиновые разъёмы. Используются только качественные компоненты. Плата поддерживает расширенные режимы разгона. Поддержит установка четырёх планок DDR4 памяти. С максимальным объёмом до 64 ГБ. Частота 2133 до 3800 МГц. Доступно три PCI 3.0 разъёма. Они поддерживают Sly и Crossfire X. Если вы используете одну видеокарту, вам будет доступен режим X16. Этот режим доступен на верхнем разъёме. Он окрашен серый цвет. Но плата поддерживает установку двух видеокарт. Или Sly, или Crossfire X. В этом случае схема будет X8 плюс 8. Плюс можно установить три платы AMD. Схема будет X8 плюс 4 плюс 4. Также есть четыре разъёма PCI X1. Расположены они на этой плате удобно, не создавая трудностей с установкой платы расширения. На боковую часть вывесен один разъём SATA Express и четыре SATA 3 порта. Два из них помечены отметкой OS Drive. Вместо SATA Express можно задействовать один разъём M.2, вплоть до модели длиной 110 мм. Винты для крепления есть в комплекте. Все разъёмы подключения вентилятора сосредоточены в верхней половине платы. Все они четырёхпиновые, и все поддерживают регулировку оборотов. Всего их пять, но один из них выделен для водяной помпы. Не разгуляешься, но в нижней части есть X-FAN для подключения внешней панели управления, но покупать её придётся отдельно. Плата лишена индикатора посткодов, кнопок перезагрузки, включения и автоматического разгона. Есть только кнопка MMOG. На заднюю панель выведено два USB 3.0. Ещё две колодки находятся на плате. Два USB 3.1, один из них Type-C, два USB 2.0 и ещё пара колодок на плате. Поддерживается вывод 4К-картинки на внешние мониторы. Подключение идёт через HDMI, DisplayPort и DVI. За сетевые возможности здесь отвечает гигабитный контроллер Intel 219. Один разъём находится на панели. По уже сложившейся традиции, аудиотракт выведен в отдельную кронированную зону на печатной плате. Это кодек Realtek 1150. Используются качественные конденсаторы Nishon. Для подключения акустики доступно 5 аудиоразъёмов и один оптический выход с поддержкой звука 7.1. Графический BIOS мы уже рассматривали. Здесь окно разделено на две основные части. Это Asmode для любителей и Advanced для профессионалов. В основном окне выводятся общие данные. Здесь можно посмотреть работу компонентов и переключить режимы работы. Экономичный, нормальный и разгон. Раздел Advanced предлагает расширенные инструменты для разгона и настройки работы компонентов. Вы всё это можете видеть на скриншотах. Могу лишь заверить, что тут есть всё необходимое для разгона. В частности, мы используем процессор Intel Core i5-6600K. Этот процессор взял на частоту 4600 МГц. На ней он работает стабильно. Также были разогнаны планки памяти. Сейчас всё это можете видеть на скриншотах. Естественно, здесь можно вставить и процессоры без индекса K. Плата отрабатывает свои задачи на отлично. Если подойдёт итоги, то эта плата станет отличным выбором при сборке домашней, рабочей или игровой системы. Предлагаются качественные компоненты. Набор разъёмов и портов для подключения периферии и компонентов. Десятифазная подсистема питания. Она позволяет выжимать из процессоров Intel Skylake S по максимуму. Полученные результаты схожи с топовыми платами. Пользователь может столкнуться с нехваткой разъёмов для подключения корпусных вентиляторов. Но с другой стороны, здесь реализована поддержка подключения водяной помпы и внешней панели управления. Мне будет интересно узнать ваше мнение по плате Asus Z170 Pro, ребят. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok